На этой неделе в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Что важно, именно в Москву он решил совершить свой первый зарубежный визит после того, как недавно переизбрался на третий срок. В условиях упорных попыток Запада по-прежнему отрезать от России лидеров глобального юга, визит Моди в Москву, как говорится, дорогого стоил. Запад в очередной раз оказался посрамлен. Это подтвердила и 10-я парламентская ассамблея БРИКС, которая открылась в четверг в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие руководители и делегации парламентов 9 стран-членов БРИКС, включая те 4 страны, которые вступили в организацию в январе этого года. Это Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. По последним данным, на страны БРИКС приходится около 37% мирового ВВП. В пересчете по паритету покупательной способности, тогда как на страны Большой Семерки около 30%. Так что сдвиги в мировых экономических тенденциях налицо. Как заявил глава делегации КНР, БРИКС – это сила через разнообразие. Удачная формулировка. Разнообразие состоит в том, что члены БРИКС представляют 4 части света. А силы заключены в том, что в этих странах проживает около 50% мирового населения. А 4 из них – Китай, Индия, Россия и Бразилия – входят в топ-10 ведущих экономик мира. О самых знаковых событиях этой недели в России расскажет Федор Червяков.